Всем здравствуйте! Это история от подписчицы. Сейчас я зачитаю ее письмо, можете написать ваши комментарии. Давайте приступим. Дорогая Галина, недавно подписалась на вас в ютубе. Приветствую вас. Пожалуйста, запостите историю про этого чувака, потому что история на миллион. Нашла его в тиндере и решила прокатиться к нему в Стамбул. Чувак с неплохим английским, но в первый вечер моего приезда оказалось, что он не дурак прибухнуть. По 8 пива каждый день. Он курт, не турок. Потом оказалось, что он все еще женат официально. Было много расхождений в фактах про бывшую жену. Типа она украинка, какая-то Оксана из Киева с английским паспортом. И типа в разводе он уже 10 лет, но так и не добрался до Украины и не поставил штамм, что он не свободен. В общем, видится мне, что там, возможно, деревенская жена с пятью детьми где-то в деревне, которая сидит его и ждет. Домой к себе он не пустил, потому что сказал, что там слишком много братьев и мне будет некомфортно. Снял хату приятную на Airbnb и мы зависали там неделю. Целую неделю у Кося под полную дуру, что я тоже его люблю и хочу жениться спокойно. Я потом улетела домой. Поет в уши он, конечно, сладко. Купил подарков. В принципе, добродушен с неплохим музыкальным вкусом, но очень уж много вопросиков и пьяных расхождений и фактов. Как это курдский мужик в 39 лет все еще не женат или типа разведен, но неофициально. Как это он за 10 лет, раз так сильно поет в уши, ни на ком все-таки не женился. Весь в татуировках, пьет, курит, как не в себя. Прятал меня дома всю неделю, пока что-то мутил по работе. По моему прилету домой начал устраивать мне истерики по видео, как он теперь вообще будет без меня жить и существовать. Я сказала, что могла бы и зависнуть на вторую неделю с ним, но он начал орать, что он не миллионер и не сможет организовать нам жилье на вторую неделю. Я улыбнулась и сказала окей. После недели наблюдений, в принципе, прекрасного секса, могу сказать, что парень-таки очень мутный и похож на голддигера. Причем, возможно, с парой детьми или женами в запасе немножко говорит по-русски, но живший в Анталии немудрено научиться паре фраз. Красивый, высок, но по типажу явно жигало и любит девушек при деньгах. Ах да, зовут его этот Думан сказал, что ему 39 лет, хотя в интернете откопало, что он числится с 1 января 85 года рождения или 14 марта 85. Документы мне так и не показывал. Вопросики. Ах да, спасибо, что живой, что не убил. Разок приготовил завтрак, аж взял меня в кальянную. Когда он начал ныть про разлуку, говорю, чувак, ты себе это как представляешь? Турция мусульманская страна с традиционным подходом. Я без права буду жить с тобой на съемной квартире в Анталии или в Стамбуле? Белая славянка на туристической визе? Ты неразведенный? То бишь женатый мусульманин, который просто так будет жить с иностранкой? Он ничего особо мне не отвечал на мои вопросы, а просто говорил, что я драма-квинн, и я должна ему верить. Ну, как типичные жигало-альфонсы так всегда говорят. Потом он стал ныть, что я доеду до Украины, поставлю штамп по разводе, обещаю. Прям послезавтра поеду, прям-таки в Киев. И пофигу, конечно, что на данный момент там происходит война. Ведь ради любви ничего не жалко. Ах да, пять минут назад он меня заблокировал в WhatsApp после того, как я написала ему, что чувак, извини, у нас вряд ли что-то получится. Поэтому стопудовый развод. Это персонаж для вас. Главное косить под дуру, поддакивать и улыбаться. Хороший интим обеспечен, потому что физически данные этого типа волшебные. Ах да. И последнее, я таки запалила фотку ребенка в его кошельке и спросила, что это за ребенок. Он сказал мне, что его племянник, который умер давно и стал ангелом. Вранье 80-го уровня. Какая-то фигня прям. Я одна долго была, жила в Европе и Индии, поэтому достаточно легко путешествую в одиночестве. Ну и по наивности душевно хотела верить в эти песни, но таких разоблачить его удалось. Ну и слава богу, что нас не снесло всех в Стамбуле от землетрясения. И не было никакого домашнего насилия. Я дома и ржу над этой историей. Потому что не понимаю, кто тут больше юзер, он или я. По причине войны все мужики из Москвы сбежали. И нужно было как-то закрывать физические потребности. Я, конечно, стыжусь, но с другой стороны, так получилось. И еще дописка. Немного добавить к истории, что я уже давно в официальном разводе. И мне 37 лет, и у меня есть 18-летний сын. Поэтому серьезные отношения с восточными мужчинами мне изначально неинтересны. Потому что очень много было и личных историй, дурных отзывов вокруг. Песни про любовь, хочу детей, особо на меня не действуют. А история про курда — это чистый воды эксперимент, дабы развеяться и подтвердить мифы. Я никогда до этого не летала, знакомясь в Тиндере. Я просто очень много путешествую, жила за границей, зная языки. Поэтому решилась на приключения. Курт Жигова и алкоголик. Если бы был умнее и правдивее, мог бы со мной дружить без всяких дурацких заморочек. Но я не совсем поняла его мотивы и нытье. Чего же конкретно он все-таки ищет? Потому что, в принципе, я не потратила ни копейки, ни на что. А он заплатил за жилье и чуть-чуть еды. И чувствовалось денежное напряжение с его стороны. По итогам. Жигала, казалось я. Как вы думаете? Вопрос. Объявится ли он опять после блока? Спасибо вам огромное за ответ и обратную связь. Очень приятно получить ее. Вся история свежа, потому что позавчера я только прилетела обратно в Москву. Хочу смотреть и рассказать, зачем, какая разница, объявится он или нет. После блока и так далее. Он же вам не важен. Вы же хотели развлечься, но развлеклись, получили опыт. Знаете, в чем прикол? Что если мы где-то развлекаемся, что-то такое делаем, когда вот мы уезжаем, назовем так, да, есть поговорка, а курортный роман остается на курорте. Если вы уехали, то это там и осталось. Вы ни в каких WhatsApp-ах не переписываетесь. Слюни сопли не распускаете. Вот он заблокировал вас и все прочее. Ну и все, нехай, зачем вы про него вообще спрашиваете у меня, я объявится он или нет. Значит, вам хочется. И у вас есть какое-то желание. Что-то он там задел, в общем, в вашем сердечке. Почему-то вам эта информация нужна. Про все письмо в комплексе, как такового вопроса мне не было, да, задано. Если вот объявится или нет, да, вполне возможно объявится. Он ничего серьезного, как бы, вы понимаете, не обещает, да. Его потребности погулять, потусоваться, выпить. Вы так говорите, жигалокурты бухающие, поверьте. В Турции очень много кто пьет, выпивает. Здесь вообще есть всякие рестораны подобной тематики. Здесь турки очень много пьют пиво. Пиво такое повседневное, алкоголь, вечером у телека вообще это норма. Очень у многих, несмотря на то, что это религиозная мусульманская страна. И не говорю про верующих, религиозных людей. Я говорю про тех, кто такие светские, спокойно живут. Вообще и мужчины, и женщины пьют, выпивают, курят. То есть вот эти каноны, это какие-то определенные стереотипы существуют. Мне очень непонятно, почему вы поехали проверять стереотипы, как вы сказали, вокруг стереотипов много неприятных. Мнение у меня было нехорошее вокруг, типа опыт был у кого-то не самый лучший. Но я поеду, проверю. Вообще здесь однозначно в истории чувствуется неопределенность. Вы либо развлекаться едете, тогда не спрашивайте потом, где он, что он пропадает. Наплевать вообще. Вы же хоть в этой ситуации остались довольны, вас все устраивает. Ну окей, если вы подтверждали свой стереотип, ну допустим, он подтвердился. Но я скажу, что совершенно не так. Вы именно, вы вообще что хотели в приложении найти чувака какого-то в Тиндере и поехали тусоваться. Я с ним пеню. Это вся история не про серьезное что-то. Вот какая разница, врет он или не врет про свою семью, развод и так далее. Если вы видите такую муть огромную, что он так мутит и так обманывает, и ловит его на лжи, блин, барабан ему на шею, флаг в руки. Как бы в чем проблема вообще? То есть это изначально не серьезная база. Как бы это не подтверждение каких-то мифов. Это взят среднестатистический несерьезный чувак из приложения в телефоне, в котором ищут легких каких-то связей на время. То, что он врет, говорил вам о любви, и вся вот это вот по ушам ездил, он просто так обхаживает девушек. Как вы сказали, возможно он Жигало, да, возможно Альфонс. И он говорит только то, заезженные фразы, которые все девушки хотят слышать. Вот и все. Он использует инструменты его в такой, в работе, в его поведении. Поэтому придавать серьезности его словам, и при чем, говорите мне 38 лет, вы же опытный человек, у вас взрослый ребенок, и вы понимаете, что изначально, ища в тиндере, который по ушам ездит, и видите в нем ложь в его словах. Ну, о чем тут вообще говорить, да? Вам же не 20 лет, правильно, и не 25, когда девушки на многое ведутся, там, условно, в рот заглядывают, верят в все, что он говорит. Поэтому выпивающие, в татуировках, гуляющие, тусующиеся, они серьезные, они есть в любой народности, национальности, в любой стране, и курды нигде не исключение вообще. Не думайте, что все курды живут чисто кланом своей семьей, у них всех по 10 детей, они все при мамках, при папках и так далее. У меня очень много девочек знакомых, кто замужем за курдами, именно даже такими клановыми, они живут в Стамбуле, а их семья живет там, где историческая родина, например, этих людей. И он прекрасно живет, и выпивает алкоголь, и, в общем, вообще абсолютно независимо от них живут. Их мужья с славянскими женами здесь, вот в Стамбуле, как минимум. Ну, тут какая-то их культурная особенность, народность влазит только на всякие байрамы, праздники, и когда к гости приезжают родственники какие-то, они всем кланом вместе не живут. Есть такие, а есть вот такие. То есть это от семьи зависит, от их уровня тоже социального, от их уровня образования, кто они, что они и так далее, как себя позиционируют. Там удивляться, что и Курт выпивает, и в татуировках, и весь такой типа Ащальфон. Да их навалом вообще везде. Не всякие есть. Вот такой мой комментарий к вашему письму. Девушки, надеюсь, что-то напишут в комментариях, что они думают. Может быть, попадались на такое. Вы напишите. Кто-нибудь в Тиндере на такое попадался, на таких легких обманщиков, назовем так. Ну, мы обманываемся настолько, насколько хотим сами правильно это все чувствовать. И хотим обманываться. Кому, если нужна моя консультация психологическая, в инфобоксе моя почта, тема письма консультации. Если вам нужно написать историю для общего обзора видеоответа на канале, вы можете просто пишите историю от анонима. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.